Здравствуйте, с вами Юрий Зайцев. В эфире программа «Как-то так» новости с персональной доставкой. При составлении рейтинга управляющих компаний могут начать учитывать еще один критерий – банкротство. Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы в госжилинспекции. Причина – случай, когда после разорения управляшки ее руководство учреждает новую фирму. И нельзя исключить, что часть доходов используется для погашения прежних долгов. Пока решение по такому критерию не принято, но в ГЖИ обещали подумать. При этом заверили, что не станут исключать из перечня оценок позицию двойной эквитанции. Появление нескольких платежек вызывает большой резонанс, и УК обязаны нести двойную ответственность. Названы самые аварийные перекрестки Тулы – это пересечение улиц Гоголевской и Жуковского, Тургеневской, Пушкинской, Болотова и Кабакова. Всего таких смертельно опасных мест на карте ДТП – 23. С начала года на дорогах Тулы произошло 336 аварий, погиб 21 человек. В госавтоинспекции назвали главной причиной такой ситуации – плохое состояние дорог и низкий уровень организации движения. Городские власти с упреком в свой адрес согласились решить часть проблем, намеренно с помощью программы «Безопасные и качественные дороги». В ГИБДД поставили жесткие сроки. До 1 августа администрация Тулы должна обеспечить полную безопасность детей, оборудовать переходы около школ знаками, разметкой и светофорами. В противном случае заведения просто не примут к началу учебного года. Тульские единороссы сегодня отчитались об исполнении своих предвыборных обещаний. Напомню, что в основе программы, с которой они шли на выборы в 2016 году, были партийные проекты, причем почти четверть из них – федеральные. Поэтому и спрос за промахи более чем серьезный. Однако в Тульском региональном полицовете заверили, что все благополучно, по крайней мере, по итогам прошедшего полугодия. Всего в области реализуется 19 проектов, 5 из них всероссийского значения. Городская среда, театры малых городов, парки малых городов, местный дом культуры и детский спорт. В заседании Генерального совета нашей партии, который состоялся 20 июня, депутат Госдумы Ольга Баталина отметила 7 регионов-лидеров данного проекта, в числе которых вошла и Тульская область. Племянник бывшего губернатора Василия Стародубцева возглавил Новосибирский театр оперы и балета, об этом сообщает коммерсант. Назначение в качестве исполняющего обязанности не обошлось без скандала. Прежний генеральный директор Владимир Кехман подал в отставку в связи с судебным делом о его банкротстве. Ему вменяют долг в 9 миллионов, и до 28 сентября должна завершиться процедура продажи личного имущества. Музыкальные критики отмечают, что при Кехмане спектакли были ужасными. Репертуар состоял в основном из устаревших постановок. Коммерсант пишет, что оперной жизнью на правах главного режиссера управлял 36-летний Вячеслав Стародубцев. Вот как он сам отзывается об одном из своих спектаклей. Пиковая дама, конечно, очень актуальное на сегодняшний день произведение. Мы постарались все, как сказать, собрать в действенной интонации, в актерской, певческой действенной интонации. И мне хотелось еще усилить этот драматизм и эту яркость именно пластическим решением, пластическим решением в жанре биомеханики. Впрочем, театральная общественность большого восторга от его работ не испытывала новосибирский музыковед Ирина Яськевич и вовсе назвала постановки беспомощными работами, которые трудно сравнивать с былыми оперными днями новосибирского театра. Как-то так. На сегодня это все. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok